Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Сегодня будет видео обзор большой квартиры ЖК Александровский с моим коллегой, партнером Юрием Шатровым. Юрий специализируется на этом микрорайоне Александровский, у него тут много разных квартир, объектов. Его контакты укажу в описании. Досмотрите данный видео обзор до конца и мы расскажем сколько стоит данная квартира. Итак, начнем. Как всегда, ЖК Александровский это не только качественное жилье, но и среда вокруг дома. Сейчас мы находимся во дворе на детской игровой площадке. Она, по идее, находится, площадка это крыша подземной парковки. То есть под всей территорией двора подземный паркинг. Дом состоит из двух секций. И вот эта секция, это бевеля, 14 дом. Значит, что тут есть? Вот такие игровые площадки, такое покрытие. Есть теннисный, волейбольный, кортфутбольный, баскетбольный, разные. Есть, получается, газон. Тут даже система автополива, да, сделана? Да, поливается постоянно. Хорошо. Получается, въезд на территорию возможен для разгрузки и выгрузки автомобилей, но... Да, не более часа. Да, не более часа оставлять машину здесь нельзя. Это говорит о том, что во дворе достаточно комфортно и безопасно гулять с детьми. Не произойдет никаких инцидентов. А тем, допустим, кому нужна стоянка автомобиля, есть подземный паркинг, который можно купить или арендовать. Или поставить за территорией комплекса кучу парковки. Вся территория двора полностью огорожена, находится под видеонаблюдением. И зайти можно только если охрана вас зафиксирует. Тут есть еще вот такая небольшая площадочка. Ну, в общем, место для проведения тут времени. Вагон. Больше гектара. Да. Большой участок. Там, получается, выход к лесу, к экотропе. И детский садик. Школы ЖК Александровский нет, но есть по периметру вот так вот. Там школа, там школа, на Чечерине две школы есть. Школ тут много. Так, теперь пойдемте посмотрим подъезд и лифт. Вот такой наш дом красавец. Какой этаж? Тринадцатый этаж, счастливый. Смотрите, какая красота. Тут вот есть ограничители для дверей. Вот такие коврики. Сразу видно, что заботятся о жителях. Что? Сорок пятный. Здравствуйте. Стенды с информацией. Лифты. Да, вот застройщик Легион, когда строит свои жилые комплексы, он обращает внимание на мелочи. Такие мелочи, как информационная табличка с количеством квартир на этаже и какой этаж, всегда позволит тебе, если ты, допустим, забыл, какой этаж, посмотрел и приехал на нужный тебе этаж. Консьерж, она может, там, информацию какую-то сети, там, приносили посылку, там, или еще что-то. Кто-то приходил, тоже может информацию тебе передать. Информация от управляющих компаний. Да, конечно. Плюс вот информационные стенды от управляющих компаний везде полностью заполнены. Актуальная информация. Нет этого спама, который в других комплексах присутствует, реклама и всего остального. Плюс лифты. Ну, это Щербинские лифты, но они тоже качественные. В многих легионовских домах стоят отисы. Щербинские тоже хорошие. Это вот детская, ну, детская же кладовая. В подъезде прям люди вот оставляют спокойно свои коляски, велосипеды. Тут никто не курит в подъезде, вот видите, табличка. Во всех объектах легиона, в том числе и в этом, есть техническое помещение, в котором расположены счетчики на воду и тепло. Вам не нужно снимать показания и вести учет вот этих вот поверок и всего остального. Просто управляющая компания сама снимет показания и все. Здрасте. Александр, очень приятно. Мы уже снимаем. В главных ролях будете. Не, я не буду. Не, 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 я с кадром. Вы что? Итак, мы попали, значит, в зону прихожей. Такая зона прихожей. Я очень люблю ее назвать мокрая зона, потому что, когда вы приходите, вся обувь остается здесь. И за счет того, что здесь горизонтальная разводка отопления, все вот эти трубы, которые идут к радиаторам, подогревают кафель, и, соответственно, ваша обувь высыхает. Но дополнительно многие делают теплый пол в санузлах. Вот, например, здесь вот видно терморегулятор. Тут вход в санузел. В прихожей сделан шкаф-купе, в котором прячется верхняя одежда, там головные уборы, обувь. Вот. Потом, получается, тут вход в санузел. В санузле инсталляция, водонагреватель. Потолки высокие, принудительная вытяжка. Раковина, система хранения от раковины. Душевая кабина, она достаточно большая, широкая. Очень чисто в квартире, приятно находиться. Тут идет плавный переход на ламинат. Красивый ламинат такой. Да, мне очень понравился. Тут такие ниши, я так понимаю, это система хранения здесь вообще предусматривались. Типа серванта, да? Да, прикольно. Хорошая идея. Какие-то награды поставить. Так, дальше. То есть, тут два входа в ванну. Интересно. Обои. Тут тоже, получается, теплый пол в санузле. Квартира достаточно большая для большой семьи, и поэтому, да, есть два отдельных санузла. Тому, кто любит полежать в ванне. Или, допустим, утром, когда все собираются на учебу, на работу, да, это очень удобно. Этот санузел полностью в кафеле, такого нейтрального бежевого цвета. Есть полочка для системы хранения. Унитаз, биде, раковина. Светильники, розетки, все присутствует. Ванна с гидромассажем. Да, большая, удобная. Ну, большую семью. Ну, сюда в большую семью ты не залезешь. Ну, это классная идея, такое, я вижу, редко, чтобы два входа в санузел. Это со спальни получается. Да, попадаешь. Ага. Прикольно. Большая спальня. Прямоугольной формы. Необычная прям. Фильмония окна. Да, сейчас посмотрим. То есть тут у нас какие необычные светильники. Итальянские светильники. Еще в кровати, да? Здорово. Так, тут у нас окно выходит. Окно выходит на Бевеля 6. Вот можно посмотреть, вид из окна. Эстетичный, красивый город. Да, город тоже видно. Радует глаз. Вид из окна. Тут еще, получается, есть система хранения спальни, я так понимаю. Огромное зеркало, пространство расширяет. Выход на балкон. То есть спальня с двумя окнами. Отлично. Этот балкон, получается, у нас выходит на восток. Восток. Ага. Также вид на город. Нарез. Прекрасно. На садик. Очень панорамная квартира. Хорошо. Пойдемте дальше посмотрим. Пробка. Пробковое покрытие, да. Многие используют его, потому что оно экологически чистое. Ну, а свободная, просторная комната, да, с выходом в санузел свой. Хорошая. Так, кабинет. Да, достаточно большой, я думаю, квадратов 16. Да, да, да. Тоже здесь есть система хранения. Шкафы, диваны, стол. Да, места достаточно. Это уже южная сторона какая-то, да? Нет, это та же. А, все, понял. Угу. Это с балконом параллельно идет? Хорошо. Получается, это вторая комната. Это у нас комната номер три. Видно, что во всех комнатах практически по два окна. То есть в этой и в этой комнате. Ну, и это позволяет идеально разделить комнату на две зоны, когда два окна здесь как раз так и сделали. Здесь две зоны. Здесь также система хранения. Все системы хранения, я так понимаю, остаются. Вот, вам уже не придется системы хранения под себя делать. Они уже настроены все. Тут тоже окно. Это балкон симметричный тому. Да, вид хороший очень. Тем, кто беспокоится за вид, им повезет. Это уже такая северная сторона. Да. Угу. Ну, классный, классный вид. В принципе, у квартиры хорошее состояние. Ну, да, и сама студия, кухня-студия, да, очень большая. Я думаю, что вместе с коридором здесь около квадратов 80, наверное, да? Да. Да, очень большая. Ну, по идее, можно было отделить гостиную, но тогда бы кухня стала маленькая, гостиная большая, неиспользуемая. Так, конечно, решение правильное, я считаю. Тем, кто любит масштаб, тем, кто любит простор, должно понравиться. Тут зона кафеля, я так понимаю, с подогревом пола, чтобы было комфортно готовить. Кухонная столешница такая. Искусственный камень, акрил, это гарнитура Лорена со всей встроенной техникой, техника Бош. Можешь посмотреть. Получается у нас вытяжка, панель, духовка, микроволновка. Это моя любимая микроволновка, без поворотного стола. Я всем рекомендую ее покупать, потому что это вообще удобно. Там не нужно тарелку эту мыть, просто протираешь и все. На 60, когда семья большая, нужно обязательно большую посудомойку. Тут, получается, есть здесь ниша под холодильник, там ниша под холодильник. Много разных систем для хранения. Тут у нас третий балкон, да, Юрий? Да. Давай посмотрим. Северная сторона. Третий балкончик. Ну да, пошире чуть-чуть. Ну да, тихий, уютный. Солнышка здесь нету. Как современно говорить, можно здесь чилить. Вон, почему ты даже тут. Чилить. Да. Вот давай покажем двор сверху. Вот у нас сама территория двора сверху. Очень большая. Много различных площадок. Ну, тут вообще, в принципе, даже если за двора выйдешь, можно в любую сторону пойти, прогуляться, провести время. Пост охраны. Да. Мы видим въезд, ворота главные. С обратной стороны дома въезд к подземным парковкам. Отлично. Отлично. Квартира очень большая. Сколько квадратов эта квартира? 155 с половиной. Это без учета балкона? Без учета балкона. То есть, 155 квадратных метров полноценные отделаны квартиры. Сейчас многие застройщики перестали делать большие квартиры, делают упор на, так скажем, экономию пространства, эргономику. И практически больше 120 квадратов тяжело найти вариант. Я просто знаю, есть люди, которые хотят что-то наподобие дома. Коттеджи, да? Что-то просторное, большое. И таких квартир достаточно много. Но они все находятся в сегменте домов, которые строились, там, 90-х, 2000-х. Эти дома уже, конечно, не так презентабельно выглядят, как и ремонты. Поэтому Александровский здесь, конечно, выигрывает по сравнению с другими домами. Потому что он достаточно свежий. Плюс сама управляющая компания не дает устаревать этому комплексу, занимаясь дворами, подъездами и всеми остальными вопросами. Сколько же стоит эта квартира, Юрий? На сегодняшний день квартира стоит 12,490. Отлично. А возможно ли покупка с обменом? Например, у кого-то есть квартира в Александровском или в другом каком-то комплексе. Возможно рассмотреть такой вариант? Да, конечно, возможно. Отлично. Соответственно, и покупка в ипотеку без проблем. Все абсолютно способы оплаты. Здорово. Что конкретно в этой квартире остается такого ценного, кроме систем хранения внутренних шкафов? В этой квартире остается практически все, что вы видите. То есть, это купонный гармиток у Ларена с отстроенной техникой. Это, собственно, мебель. Крупная техника тоже остается. Отлично. То есть, в принципе, все, что вы видите... По сути, объект выгодный в том плане, что тебе не нужно заморачиваться, что-то покупать. Все уже сделано. Понятное дело, что где-то что-то не новое, но люди, которые ценят вторичное жилье, они ценят его за это. Прочие все проверены, в том числе, ну, вы можете обратить внимание на люстры. Они все подобраны в едином стиле. Это итальянские люстры. Они все практически по новому. Красивые. Да. То есть, здесь наработал дизайнер. Ну, сразу видно, классная, отличная квартира. Ну, все. Благодарим вас за то, что посмотрели данный видеообзор. Надеюсь, он поможет вам понять планировку, эргономику этой квартиры. И смотивирует вас для того, чтобы вы пришли к Юрию, посмотрели ее и, возможно, приобрели. Спасибо за то, что смотрите мой канал. Обязательно дайте обратную связь, понравилась вам эта квартира или нет. Если вы захотите посмотреть ее вживую, я оставлю контакты Юрия. И он обязательно с удовольствием вам эту квартиру покажет. Поставьте лайк этому видеообзору и увидимся с вами на новых показах. Всего доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok